Всем привет! Давайте сегодня напишем с помощью чата GPT робота, торгующего на бинансе, на фьючерсах, торгующего от плотностей. Будем применять минимальное усилие, а просто будем напрягаться на код чата GPT. Сначала сделаем запрос. Сделаем для начала, пробуем не уточняющий такой вопрос, просто который опишет в общем картину, что мы хотим. Так, сразу замечу, что он использует библиотеку CCXT. Это библиотека, которая связывает все абсолютные биржи, которые есть. Через нее я не особо пишу ботов. Потому что, ну, лучше использовать все же напрямую документацию и библиотеку бирж. Поэтому давайте его попросим переписать. Просим его просто переписать. Посмотрим на функционал, который он предоставил. Значит, дает нам... Ну, во-первых, подключаем клиенты, заполняем ключи. А здесь мы получаем свечи. Ага, он выбрал 1-минутный таймфрейм. Хорошо. Здесь мы фильтруем их уже, значит, по цене открытия-закрытия. Так, если у нас цена закрытия больше, чем открытия, мы что-то делаем. И наоборот. А при чем здесь плотности? Вот, ну, какой запрос, ничего не уточняющий, такой ответ, в принципе. Давайте попробуем теперь немножко уточнить информацию. Продолжение следует... попробуем так сделать его попросил подключить в сокет чтобы он в прямом эфире грубо говоря получал данные с биржи именно по стакану и фильтровал их значит что у нас здесь он подключает поток на bitcoin на стакан так но и здесь я уже вижу ошибку здесь должен быть если мы торгуем фьючерсы именно как я его просил здесь должна быть f-stream вот здесь он подключил spot так попробуем запустить это посмотрим посмотрим здесь кстати мы даже не подключали клиент они подключали свои ключи потому что для веб сокет это не нужно чтобы просто просматривать дату так случае так но здесь у нас он фильтрует беды и аске и смотрит чтобы было больше только здесь у него ошибка потому что он смотрит на ничего не перемножает то есть в бит 1 мы получаем количество количество монет они долларов если я не ошибаюсь вот дома мы получаем в нулевом элементе цену и во втором количество монет и в данном случае мы ждем когда нас будет больше ста тысяч биткоинов по цене такое в общем не так мы задумывали ну давайте все равно попробуем запустить посмотрим что будет сразу же ошибка мы это запустить не можем потому что асинхронность давайте попробуем сделать запуск по-другому так и осень всего ран так скорее всего будет что-то не так с ага давайте посмотрим получаем либо вообще что-то от веб сокета так получаем здесь мы получаем spot вот как я и говорил сначала у нас цена потом у нас количество монет по этой цене чтобы давайте попросим а гпт чтобы он исправил эту ошибку а а Вот указали на его ошибку, сейчас он это перепишет. Ну, то есть, в принципе, можно что-то делать и писать с ГПТ, только если вы сами понимаете, что вы пишете, и вы можете сами улавливать, где ошибка. Вот, значит, так, здесь у нас так, он вообще исправил. По-моему, нет. Ага, он ее не исправил, он ее как раз-таки поддел специально под 100 тысяч биткоинов. Ага. Но он не исправил ошибку, давайте попробуем еще раз его попросить. Вот. Теперь... Теперь хорошо. Теперь он смотрит и монеты. Ой, теперь он смотрит именно доллары. Так, хорошо. Давайте проверим, запустим. Так, вот он проверяет. И когда у нас будет сумма битов или асков больше 100 тысяч, именно по цене, когда будет сигнал. Давайте посмотрим, чтобы она работала просто. Запустим сумму в 1000 долларов. Так, а почему она не дает сигнал? Так. Ну, понятное дело, что здесь это где-то ошибка в этих вычислениях. Давайте скажем об этом ГПТ, а пусть он разберется. Укажем, где его ошибка. Я думаю, что она где-то здесь. Посмотрим, что он скажет. Нет, он ее не исправил. Хорошо, а если мы поставим так? Нет, все равно, сигнал не идет. Ну, я бы это переписал, вот эти две строчки. Потому что, мне кажется, именно ошибка там. А вот, то есть, такой небольшой код, но все равно он не работает. Здесь мы используем модель 3.5 Turbo. Но давайте попробуем еще сделать такие запросы. Попросим подключить спотовые пары, потому что, но он уже нам сделал URL именно спота. Попросим уже посмотреть на споте. Так, эту часть возьмем. Так, и тут у нас... Ага. Он не делает запрос, который получает все пары. Он делает... Он ввел 3. Пример списка нам показал. Ну, вот такие запросы. Вот, сейчас вроде... Хорошо. Хорошо. Интересно, сможет ли он сам отфильтровать без ошибок дату, чтобы получить нормальный список. Здесь он использует реквесты. Давайте их подключим. Так, и здесь мы должны передать как раз-таки symbols. Spot pairs. Давайте просто здесь вызовем эту функцию. Так, и... Нет, давайте лучше ее выведем отдельно. И распятаем еще. Чтобы видеть, если что, где у нас ошибка. Так, он сам смог получить запрос и отфильтровать его. Интересно. Ага, и здесь подключение к WebSocket. Так, давайте выведем, получает ли WebSocket информацию. Не получает. Подозреваю, что... Возможно, из-за того, что здесь нужно прописать... Чтобы символ был прописан маленькими буквами. Так как у нас все большими. Также у нас... Symbols. Ага. Ага, вот, мы здесь вызываемся. Окей. Вот, хорошо. Теперь мы получаем дату. Ну, то есть, вот такие мелкие ошибки он не видит. То есть, нужно здесь было просто прописать, чтобы символ прописался маленькими буквами. Здесь вот все везде прописаны большими. И мы передавали большие. А нужно, чтобы вот здесь вот было прописано маленькими. Вот так в документации надо. Вот. Теперь мы дату получаем. Теперь мы можем анализировать весь рынок. Ну, и, в принципе, уже делать какие-то действия. Если, конечно, переписать вот эти две строки, что нам выдал ГПТ, то сможем уже анализировать, где у нас большие плотности и что-то от них делать. В принципе, если вам понравилось формат видео, можно было бы сделать еще из ГПТ-4 такой, или написать другую программу. Вот. Вы можете и в комментариях написать все это. Также ставьте лайки. Если, давайте, наберется 10 лайков, то я запишу еще такое видео, то, например, с ГПТ-4. Вот. Всем спасибо. Всем пока. Друзья, также помните, что вы можете заказать у меня любую программу, написав мне в Телеграме. Также подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Там я публикую все новости о своих проектах, о канале. И также иногда публикую голосование. Субтитры создавал DimaTorzok